Здравствуйте. Мы вас не видели. Сейчас видно. Добрый день. Добрый день. Так вы знаете что у нас все записывается выставляется в интернет. Да, знаю. Вы не против? Не против. Я слушаю вас. Говорите, пожалуйста. Игнатий Тихонович, у меня несколько вопросов. Ну, сколько стоит ответить. Первый вопрос о Евангелии, точнее, о евангелистах. Я так понимаю, они были, описывали те события, которыми были сами свидетели. Но в Евангелии есть места, где, ну, они не могли присутствовать, например, при искушении Христа в пустыне, где в Симанском, чтобы понятно, спали. А откуда информация у них появилась? По характеру Иисуса Христа не похоже, что он приходил, потом перерассказывал о своих событиях. А вы в школе изучали молодая гвардия Фадеева Александра? Да. Помните, там описывается, Олег Кашевой сидит и абсолютно что он ночью думает, говорит, как с матерью был. А его утром вывели, нарасстреляли. Ты откуда узнал Падеев про это? Я полагаю, но это все-таки художественный вымысел. Вымысел, правильно. А теперь скажите, мы начинаем первую книгу бытия. Вначале сотворил Бог небо и землю. В порядке, небо и землю. А пишет это Моисей, который отстоит не на два, не на три дня. Откуда он это знает? Когда в притворении он не участвовал, в раю не был. А как Бог разговаривал с Адамом и с Евой, откуда он мог знать? И что змей сказал? Ну, если Бог ему не рассказывал об этом, он не мог сказать. Понятно. Видите, мы должны понимать, что в первом послании Петра, там 1.21 упоминает об этом и говорит, все писание Бога духовновенное, и писали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Вот мы с вами сегодня будем говорить. А вы через год можете вспомнить, в какой день мы говорили и о чем? Какая была погода? Нет. Через день не вспомнишь. А Евангелие от Матфея пишет Матфея через пять лет, Марк через семь, Лука через пятнадцать, Аян через тридцать пять лет. И пишет прямая речь. Иисус сказал. Дальше. Фарисеи сказали. Откуда бы он знал через тридцать пять лет и в такой точности передавать слова? Ну, мы не знаем точности, либо по памяти он воспроизводил. Значит, ответ один – Бог. У Бога все в одном дне. Это у нас вчера и сегодня. У Бога нет вчера. А как мы считаем двенадцать семь и другие места евреям, они нам это расшифровывают. Бог вчера и сегодня Христос и во веки тот же. И Он избирает посланников Своих и говорит им. А они описывают прошедшее, настоящее и будущее. А откуда они будущее знают? Вот считаем мы, что будет царь на всей земле и один, столица будет Иерусалим, еврейский народ состоит из двенадцати колен, Иисус из Иудина колена, а антихрист будет из Даного. Откуда Якову было знать неграмотному человеку 49 глава книга «Бытие»? А он это все предсказал. Как он мог знать? И этот антихрист будет царствовать сорок два месяца. Две тысячи лет назад я написал. Или три с половиной года. Ни дня больше он не будет. Ну, кто знает, сколько будет еще Путин? Никто не знает, сколько Порошенко. А тут за две тысячи лет и известно его уже имя, все известно. И будет ставить начертания на лоб и на правую руку. А сегодня понимают, что это чипирование. А в то время вообще никто не знал это. А при чем тут лоб? Да я сотру рукой за столба. Не сотрешь. Никуда не идет на костной ткани. Прибор считывает, никто не видит. Бог. Так и здесь, ничего в этом нету. Вопрос даже не возникает. Написано, как Бог творил мир, как звезды сотворил. Как растение, как змей подошел. И прямая речь идет. А пишет-то Моисей, человек, как на небе произошла война. Двенадцатая глава Откровения. И что третья сейчас пала на землю. Ну, откуда знать, кто там при службе, при этой битве-то был. А начальником был Люсифер, а здесь Архангел Михаил. Это все. И когда Моисея хоронили, Иуда пишет. Он зашел на горы, никто не знает могилу. А Иуда пишет. И когда Моисей умер, то его теле Архангел Михаил спорил с дьяволом. Откуда он знает-то, Иуда? Сколько время прошло от Моисея? Это 1600 лет. И никто не видит, где он умирал. А он описывает не просто умирал, а что рядом стоял Архангел и рядом стоял дьявол. Теперь мы можем только догадываться, а почему спорил? Вот это второй вопрос. А что спорил? Тут, несомненно, Писание говорит. Послание святого апостола Иуды. Довольны? Да, благодарю. Дальше. Следующий вопрос у меня. Христос, встречаем в Евангелии, что прощал духи. Будучи до распятия. А в чем тогда все-таки смысл этой жертвы? Что значит прощал? Прощаются тебе грехи твои. А человек умирал и куда он шел? Без грешей на небо ни один не шел. То есть эти слова говорили в том, что они его приняли Христа. И они в преддверии жертвы омывались кровью Христовую. У Бога один день. И Господь говорил по своим меркам, не по нашим. А, возвращаемся к предвредственности Божьей. Правильно? Грехи в это время. А Ян крестил во оставление грехов. Ян, креститель. А прощались грехи? Нет, конечно. Для того, чтобы привести к этому. А вот когда мы крещение принимаем, прощаются. Деяния апостолов 22.16. К Савву приходит Анания епископ и говорит, брат Савву, уже брат, все. Что ты медлишь? Встань крестись и омой грехи твои. Я когда с сектантом задаю вопрос. Скажите, Павел покаялся, прощенный? Да. А что говорит ему? Омой грехи твои. Все, рты раскрыли. Ну, а теперь смотри. 2 глава 38 стих. Деяния апостолов. Они спрашивают, что нам делать? Мы же братья. Он говорит, покайтесь. Я говорю, где прощение грехов? Да где? В покаянии. Да тут не написано. Покайтесь. Запятая дальше. И да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов. Для. Все, мои баптисты, говорят, винтом пошли. Кончилось. Ну, чего же вы не считаете Писание? Я же не... Ну, у вас такая же Библия. Ну, да, синодальное издание. Ну, а почему же вы не считаете-то ее? Как говорится, мозги людям удрите только и все. В крещении прощаются грехи. А там как прощаются? Авансом. То есть они не прощаются, а для всего все делалось, чтобы были прощены. Без крови Христа так написано. Без пролития крови нет прощения грехов. А зачем бы это было написано? Это пишет евангелист Иоанн в первом послании. Там написано, верующий сын Божий не грешит, а дальше не может грешить. Как не грешит? Да когда все согрешили. Понимаю, умышленно не грешит. Он страшится этого. Но грешат. Мы так и молимся. Я грешен, многогрешен, супергрешен. А если я скажу, что я не грешен, кто говорит, что не грешит, тот обманывает сам себя. Писание говорит, что не грешит. Не грешит умышленно. А мы все согрешаем. Вот тогда встало все на место. Я понял. Аллилуйя. Еще, пожалуйста, короткий вопрос. Давай, давай. Не торопитесь. Наши личные отношения к роману у мастера Маргарита Богословы спорят. Больше, конечно, против этого романа. Какая настоящая. Допустим, Кураев и несколько месяцев кричал. Видят в этом какой-то божественный, наоборот, зачитал. Мол, писал, когда ты им был. И хоть так люди писали Дебекиревичи. Художественные образы, естественно. Ваше личное отношение. А какой роман? Матюшин? Мастер Маргарита Булгакова. Из романа Маргарита Булгакова. Мастер Маргарита? Да, да, да. Да какая-то выдуманная все. Там еще этого и не было. А на что отвечать-то? Нет. То, что не было понятно, это все-таки мы видим ваши отношения. Он сатаной являлся. Сатана являлся Булгакова Михаила Афанасьевича. Он писал, что ему дьявол писал. То есть писал, что он все готовит. Мы это разве можем обсуждать? Ну, кто-то может делать нечего. Ян Затауз говорит, чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Все, вопрос закрытый. Библейские вопросы я вам ответил согласно Слову Божию. А это вымысел автора. Автор, как Высоцкому Владимиру Семеновичу. Ему не пристанно черт являлся. И он все это пишет, как он являлся, как разговаривал. А почему ему являлся? Ну, наркоман, пьяница, блудник, табакур. Что же не являться-то? Я не спрашиваю, почему являлся. Я бы услышал вас. Я понял. Да. Вот когда места такие, когда о смерти рассуждает Валан. Там его играет Басилашвили. Действительно хорошо. Он говорит, ну, надо же доказать. Не надо доказывать. Я там был, когда Христа распинали. Они глаза такие на него. Он дьявол. Дьявол в образе человека. Представляется. И он об этом дьяволеаду такой и выставил, написал. А люди с ума сходят. Ничего не знают. Он сидел, писатель, думал, как чтобы роман пошел. На патриарших трудах что было. Ничего этого не было. Нет, он сидел и говорит, из пальца высасывал. А палец-то он смазанный был чем-то. Я вас понял. Спасибо. Да, если мы хотим знать больше, мы должны знать Писание. Вот у нас есть материал, полное толкование на весь Новый Завет. И мы оттуда... Вы на наши занятия-то не ходите? Нет, я ролики смотрю. Я просто захожу каждый вечер, что появилось за день, то смотрю. Так, а вы могли бы утром... Вы где живете-то? В Минске. В Минске. В Белорусске. У вас время московское? Да, московское. Ну вот, мы каждое утро молимся. Вы можете с нами на молитву вставать. По скайпу. Я вам скину где. И хотя бы минут за десять до начала молитвы. А молитвы по московскому... Вот у нас сейчас ночью встают на молитве. Это ночная молитва. Сейчас я вам скажу, как обращаться. Сейчас поговорим, я вам скину. Сергей Пупков, ведущий. И вы там увидите, как молится православное. У нас с разных сторон люди. Вам будет это очень полезно. А кроме того, идут занятия. В воскресенье вы же не работаете. А там на занятия идут воскресенье. И вы прямо участвовать будете. Вопросы задавать и прочее. Я вам сейчас скину. Еще что у вас? Все, три вопроса есть. А вы свое имя знаете, что он означает? Крепость Господня, по-моему. Да, почти так. Бог, моя крепость. Три слова. Бог, Ил. Бог, моя крепость. А Михаил, слово Ил, у него в конце стоит. Никто, как Бог. Ну, с Богом тогда, Илья. Все. Подражай своему, кто имя вам дал. Пророку Ильи. Это самый грозный пророк. Мама в честь его и называла. Сейчас я скину вам материалы. С Богом. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.